всем привет зрители и гости и подписчики youtube канала русский тяжеловоз приехал в город пустанай и решил заглянуть в магазины по конной упряжи сбруи и сейчас расспросил разрешение у продавца и пройду поснимаю все порассказываю если будет ценник цена и цену назову какая цена и какой товар вообще есть седла различная другая так что думаю будет интересно всем приятного просмотра кстати тема еще добавим давай и еще чуть дальше через дорогу сходим к нашему уже другу и скажем так сергею магазин конюшня туда заглянем посмотрим что у него есть какой добавился товар все всем приятного просмотра интересная тема если еще цены порассказывать но так здесь у нас стоит это получается готовая нарезанная кошма потники седла это вот получается казахское седло вместе с потником кавалерийское седло вместе с потником теперь тоже тоже типа как казахское седло с орнаментом спутником и получается но это принципе я бы сказал то же самое кавалерийское седло просто здесь добавлена ручка он тоже такое же здесь кошмар в рулонах так магазин называется и тут у нас на входе сразу висят арканы но арканы эти я так думаю сплетены из тюков тюковой нитки мне не лично мне они особо не нравятся не такие жесткие как-то не очень вот цена там висит цена это 3000 тенге тенге это кустанай казахстан тенге это национальная валюта чтобы посчитать цену это надо если в рублях узнать то надо разделить на 6 а если узнать цену в долларах то это надо эту сумму разделить на 400 примерно на 430 так дальше и тут идем тут вот ошейники для собак недоустки уздечки это уздечка капроновая обшита с дермантином вроде бы как кожа заменитель тоже уздечка такая вот так ну пойдем зайдем в сам магазин теперь заходить только масках если что можно будет прям по ценам если можно будет примерно так это вот маленькие щедла это спортивные идут спортивные все два бабочки комплект здесь к гелевая идет подпруга вальтрап потом чего такой вариант вышел легкая вообще вообще легкая это такое качество а производство россия киргизия хомут так а вот простое обыкновенно кавалитическое седло рабочая такое сколько цена 35 45 50 напоминающую такие уздечки есть вязаны такие удила ну кованые удила это немножко такие грубые они немножко не не годятся таки мне лично не такие как бы что не нравится таки вот эти такие более вот мне кажется лошади во рту как бы поприятнее будет так уздечки тут еще вот эти хорошие капроновые уздечки еще раз повторю говорил уже много раз капроновые уздечки лучше чем кожаные потому что они на дождю на солнце они не размыкают не рассыхаются и они такие долговечные прочные и конечно кожаные они всегда будут посимпатичнее смотреться посолить не но это все требует ухода их надо будет смазывать там гусиным жиром хранить обязательно в гараже в складе чтоб они были вот эти вот папашки здесь же мощный витинг толстый почти сантиметров толщина тут завязывается в основном на обучение берут на вот только паски кумызжуги называется по 15 тысяч таки эти 4 500 вот обычные кожаные обычно получается повод по поводу вы вы говорите на казахском как это будет интересно конечно обычные такие недорогие теряет ноги по 2 500 вот такие тоже дешевые при перевозке там это цена цена тоже говорить 800 вязаные да ну за там 30 лошадей покупать 40 да 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 зацепили вот такие гелевые узечки какие-то гелевые цвета разные черные бывают красные белые салатные яркие берут на сколько у вас есть страница в инстаграме допустим или где-то именно по продаже вот вашего товара есть сезло . кустаны ага он хорошо люди услышат узнает будут вот кукпарские седла тоже бойко седло такое сезло эти в основном как на подарок берут вот это на каждый день берут российские седла тоже кавалерийский полностью они с этим сыромятиной и тут получается заклепки нету да 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 и спину не бьет получается за счет того что болтов нету да 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 и цельная кожа эти цельная кожа цена 35 40 да не вот эти по 50 так тут есть это вот не знаю как называется защита для ногах нагавка для ног защита для лошади это именно вот для игры кокпар для игры кукпара но это что там бывает лошадь не ударилась за ней травмировалась сапоги да это тоже для кукпара сапоги такие много чего у вас есть ножницы баранов подстригать ножницы вот стрелки для лошадей щипцы сачки вот эти здоровые это вот тоже на зиму это лошадь укрывать чтобы не замерзала типа да 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 полностью это вот это ремни ленты в основном берут метражом сами кто делает делает подпруги сами да это же самом деле здесь такие лучше получается да 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 у некоторых лошади большие или маленькие под себя делают аркада потом такие ручная работает кошмар кошмар сколько стоит это вот готовые нарезанные да уже что под подмотники на машину накрывать берут толстые такие по 3000 по 4000 разница тонкий из по 2000 метров но лучше под подник брать потолще чем толще тем лучше чем плотнее тем лучше и желательно брать для работы сразу две штуки чтобы на смену было допустим одну постирал там это что такое телята многие не знаю да сейчас новые технологии дошли 21 на этот цепляет тут затягивается чтоб не сосали а чтоб коров то вы не чужой да теленок чужую корову не сосал да хоп он подбегает она его легнула кстати у меня жеребенок один так был заходим тоже да они конечно умнее да не он получается полторашка тоже это путы все продается да ничего делать не надо все готовое что далеко лошадь не убежала ей на передние ноги одевают такие путы даже с ключами наручен наручники для лошадь не надо сделать сигнализации да не ну gps и есть уже использует уже все это самокатки валенки 10 тысяч но качество хорошее плотный сюда входит уздечка недоуздок нагрудник подкосник под комплект и цен цена ну я бы сказал цена у вас да между прочим это очень хороший вариант усиленная конкретно если лошадь даже покатается в седле скорее всего такое крепление выдержит нагрудник подкосник уздечки да но вот это село вообще отлично она хоть это она большое большое да да и вообще для если лошадь постоянно работает с утра до вечера под седлом седло должно быть большое чтобы площадь прилегания седла к спине была большая тогда лошадь не будет уставать и не будет спину бить все такое чешка в том что тут видите затянуты все кожи тут пожарный шланг вот этот и кожа цельная видите да каждый день ездить да 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 а то я видел там прошитые вот такие есть две здесь у вас есть такие нет не знаю а вот есть такие две строчки прошиты я не знаю как если ладно там сейчас поездишь да все она разошлась да 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 и будет ноги это потом поболеть будет все тоже комплекте 35000 уздечка потник подпруги такие вот вот такие темы тоже их больше как этот на подарок берут полностью кожаные уздечки на груди подходит тоже полностью тут получается полки видите обшиты прям кожи чтобы когда дождь чтобы не стекало всегда не попадал сырость ничего не на еще и сама кошмак обшита сверху кожи тоже но это уже больше так декоративно она ну с узорами да это все так это вот казахский казахский национальный узор такой и качество кожи это все производство основ киргизии делается до 57 тысяч цена с ручками ну казачье седло она еще часто идет с подушкой на подушкой бывает у казачье седло она короткая и для длительной работы лошади вроде бы как спина устает у меня было такое седло даже но это все вообще седла должны делаться под каждую лошадь индивидуально не каждое седло каждой лошади подходит это все так очень все примеряется тоже есть размеры так тут шапочки это для игры кок пар получается игра кок пар переводится как закинуть козла в казан две команды на лошадях пытаются что-то типа футбола что-то видит баскетбола только виде мяча выступает импровизированная такая туша туша козла так вот стремина там такие красивые простые легенькие стремина простые легенькие стремина вот это самый нормальный вариант для меня например больше всегда практичность нужно чтобы лишний вес лошадь не таскала таки каждая стремя будет по килограмму а то стремя будет грамм по 300 то есть это лошади облегчение уже будет так и тут что еще еще посмотреть такие вот подпруги хорошие подпруги широкие мягкие широкие мягкие все посмотрели всего очень много уздечек не до узко все дел хомуты все есть такие вот хорошие седла с подсумком получается подушка такая мягкая конечно цена солидная все такое кожи обшито классное седло стремина пластмассовые пластмасса уже даже сюда дошла сапоги разные всякие перешли через дорогу нашему другу сергею заходим первый раз сейчас пройдем сделаем обзор и и возможно расскажем цены что у него есть в наличии какая сбруя и у нас еще на входе лежат рулоны с кашмой такая заводская кашма плотная и мягкая одновременно видно что качественно я сейчас куплю под них себе вот еще одно седло такое с заклепками не знаю как но мне кажется это тоже будет не очень это будет тоже натирать вот вот эти вот хорошие подняки белые вот это вот этот я возьму плотный мягкий хорошие вот таких надо взять парочку на запас вот уздечки ну и все сейчас пойдем магазин зайдем сергей сергей показаний мы сейчас быстренько обзорчик сделаем тут всякие разные карабинчики стримина с нержавейки но это больше как для детского наверно седла заготовки подковы мне надо бы сейчас еще аркан прикупить тут органы лежат хороший аркан толстый но этот аркан можно трактор с буксира заводить крепкий сильно толстый сергей сергей освободился сейчас здравствуйте сделаем обзорчик небольшой приехал в город думаю посетить ваш магазин что у вас нового появилось и все так же вот какое-то обновление новинка вообще да да наверно не было хомут здоровый такой для тяжеловоза четверка пятерка и тут полностью все и шлия есть и все и мягкая сиделка идет получается тут и подпруги идут и ну еще и сергей еще будет по ценам от полностью комплект хомут и такой 230 весь комплект добыт ну есть дешевый более дешевый 120 тысяч это уже которые сами шлем то есть а вот такая вот шлия идет такая сиделка идет под сумки тут идут эти путы передние ноги сковывать лошадям это получается тоже что такое интересное тут что-то не соображу что это такое а это подхвостник это вот подхвост лошади и нагрузники подхвостник я помню чтобы узнать цену в рублях надо разделить на 6 а чтобы узнать цену в долларах надо разделить на 435 примерно здесь дешевые в принципе там по пять по шесть тысяч деньги стоят ага это дешевые то есть ну здесь видите здесь идет и кожа толщина кожи двойная идет прошивка и она и красиво как бы все так это ну да это кнуты кнуты по какой цене такие 7000 но моим пастухам бесполезно покупать такие кнуты они потеряют хоть какой хоть золотой они все равно потеряет так тут тоже есть и нажить чистить копыта не она я думаю меня всегда будет интересовать только розничная потому что я оптом не собираюсь ничего покупать вот так это набор инструмента для расчистки для подковывания а он сколько стоит такой 65 65 вместе с чемоданчиком сюда вещь вообще нужно да 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 бывает часто приходится расчищать плащ языка тут есть у вас да тоже и лебедки есть и это получается идет а это понятно это вот чтобы самостоятельно изготовить что-то можно ленту дополнительно купить да я вот заметил сколько это покупал подпруги заводские мне всегда нравится больше лучше самому сделать с такой лентой она как-то получше так сейчас немножко приостановлю на на съемку клиент задерки вот это аркан дать был ну-ка плетеный да он круче он он весь да так у меня ну давайте я такой еще не кто брал я еще такой не покупал все говорят и сколько метр такой 600 но в принципе да давай знаешь нагрузка что три с половиной по моему тут давай нет такого аркана наверно метров метров 30 наверно давай еще есть один человек который мне подарок сделал не до узкие прислал мне по почте я ему хочу тоже отправить подарок донецк казахстана с астаны тоже ему да нет он мне он просто мне купил и купил и отправил мне вам в любом случае надо завести страничку это в инстаграме и кстати все наши кухень или потому что в Parece был что имея изmand рисунок для названия даже повышенной компании он говорил там с чем-то все дизельные есть как только не придумает с кухня из Piglet для низкого и для большого нилейного вот что с тем не как кухня из них вы это опускаете с кухня из них с кухня из них это명이 допустим а а то есть все共有лёны с кухнями в этом месте которые визуще gymnятых полетов например в датсаде с кухняхтым 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 куркнях ям приятно я и укрываю ну да какой то есть кухняхинército колораду с кухнях он мне он никаких нетhol深и все富ится ну а эти вот это седло я вижу уже год лежит да это другое и какой какая цена вот какая цена этого седла 300000 блин когда-нибудь куплю себе такое седло классное вообще седло вот это вот новинка я сколько она стоит еще раз напомнить 80 она какой-то вообще интересно ну как сделано как будто из какого-то то ли поролона и поролона вообще нету получается жесткого ленчика без ленчиковая получается седло она и спортивно не спортивно непонятно да больше как спортивная считается ну и конечно тут большое количество различных недоустков уздечек вот и примерно какие цены в разброс от и до примерно от полторы тысячи тенге и выше даже вот вижу есть но вот эти красивые на нам вообще подороже до 7 с половиной хомут простой сколько стоит тут вот от 30000 так а просто вот голый ленчик голый ленчик сколько будет стоить кавалерийский 18 эти тапочки это пара будет 4000 пара 4000 так ну цены я бы сказал наверное как бы остались на прежнем уровне да по сравнению с прошлым годом но но есть кое-что и подороже стало да ну все в принципе обзор сделали таки да вот я еще сейчас вижу вот смотрите есть два сравнения есть вот забыл как называется лыжи мы ее по простому называем как она называется луки она не лук не луки вообще это вот эти железная это типа мы лыжи называем и вот сравнение есть лыжи вот это слоеное слоеное дерево склеена и слоеное а здесь вот я смотрю выпилена полностью деревянная так вот вот это слоеное оно лучше будет это если кто внимательно смотрит сразу говорю такое лучше будет она крепше это если сломается все она сломается а то так то то не так ломается ну и все, сейчас я куплю потник и арканчик всем спасибо за внимание спасибо за просмотр ставьте лайки, подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик всем пока в общем хватает потника ровно один метр хватает толщина тут хорошая да, он мне понравился плотный такой редко такие попадаются